Не коронавирусом единым. Есть повод снова прислушаться к советам медиков, учитывая цифры на термометре. Летнее солнце, говорят специалисты, грозит не только ожогами, но и тепловым ударом. Он для организма весьма сложный, испытания убеждают врачи. Возникает ромдобиолиз мышечной ткани. Это мышечная ткань, она разрушается, она забивает почечные канальцы, происходит нарушение со стороны сердечно-сосудистой системы, среди коагуляционной системы. И возникает целый ряд таких побочных эффектов, как повышение свертвой системы крови, блокада почек, повышение креатинина в состоянии почек, то есть приводит к почечной недостаточности. Правила оказания первой помощи пострадавшему в таких случаях просты. Срочная эвакуация в тень, вода и охлаждение. Его нужно забрать и отвезти, или отнести в более-менее прохладное место. Если этого не получается, то при помощи физического охлаждения, то есть это при помощи бутылок с прохладной водой, максимально попытаться охладить его тело. Дальше, естественно, нужно смотреть за нарушением его всяких витальных функций. То есть, как самое страшное, это идет нарушение со стороны сознания. Кроме стандартных советов, пить не менее двух литров воды в день медики обращают внимание и на летний гардероб. Желательно летом одевать одежду из натуральных тканей, для того, чтобы наша кожа дышала, для того, чтобы не создавался дополнительный эффект перегрева. Очень важно правильно питаться. Если мы говорим о лете, уже в жарком времени года, то количество и объем пищи желательно уменьшить. Врач советует налечь на овощи и фрукты меньше мяса, а то и вовсе временно отдать свои кулинарные предпочтения рыбе и морепродуктам. Любителям спорта под открытым небом советуют уменьшить количество тренировок или перенести их на раннее утро или вечер. Продолжение следует...